всем привет сегодня я вам хочу показать в этом видео как создавать фото рамки программе 3d max и и плюсы и минусы в отличие от программы арткам начинаем итак при первом открытии 3d max у вас будет в главном меню 4 вида проекций это фронт лево вверх перспектива значит чтобы объект который вы нарисовали появился четко в центре нашей проекции конной нажимаем z и она центрирует ваш выбранный объект или все объекты которые у вас есть в сцене по центру теперь чтобы у нас была одна проекция жмем вот эту кнопку и мы видим что остальные три окна исчезли осталось одно окно я привык работать в одном окне чтобы настроить нужный вид переходим в настройки видите здесь слева справа может быть и также нажимая горячие клавиши допустим ф фронт то есть вид спереди т и сверху б ботом снизу left и я настроил shift р вид справа чтобы корректно отобразилась модели сразу же в артками не крутите и после экспорта мы будем рисовать создавать наши модели виде сверху топ итак начинаем переходим вкладку шейпис выбираем прямоугольник произвольной формы если нужно какую-то форму задать определенный размер это задается здесь 200 на 130 миллиметров перемещаем наш объект по центру правой кнопкой мыши кликаем вот на эти спиннеры и наш объект наш модель выставляется по центру также выставим привязку поворотов и настроим в меню кустом айс юниц этап единицы измерения значит я настроил на миллиметры чтобы перенастроить нажимаем на эту выпадающие меню и выбираем тут сантиметры метры километры но сначала выбираем здесь дюймы футы мили миллиметры сантиметры метры километры выбираем сначала здесь интересующие нас единицы потом здесь выбираем зависимости от того что мы выбрали здесь здесь появятся немного другие единицы измерения но я буду делать миллиметров и так мы создали наш путь по которому мы будем распределять наше сечение создадим сечение также переходим в шейпы но я для примера просто здесь делаю с помощью обычного лайна чтобы линия рисовалась ровно зажимаем shift и все нарисуют это в определенном направлении ну вот какой то такой вот мы нарисовали теперь перейдем в эту вкладку и у нас здесь нарисовался сплайн который можно редактировать точки сегменты и весь сплайн убираем точки и допустим нам не нравится вот этот угол нажимаем правую кнопку конвертируем в точку безе это по аналогии как и воротками есть такое же самое допустим в этой точке мы хотим сделать скругление здесь есть кнопка там филе жмем ее и получается видите что скругленный радиус здесь тоже не нравится скруглили и так есть у нас сечение и путь теперь мы переходим вкладку с модификаторами и выбираем bevel profile и прикрепляем наш профиль и в мгновение ока у нас получилась рамка ворками нужно ждать пока просчитается здесь же это очень быстро чтобы редактировать наш путь нашу рамку достаточно спуститься в стеке модификаторов на один стек ниже отключить вот эту пробирку как она здесь нарисована и мы видим что исчезает предыдущий стек модификатор или же можно просто выключить таким образом чтобы подрегулировать допустим какой-то размер так или иначе также имеется возможность редактировать профиль то есть обычным масштабированием горячая клавиша R мы можем его всячески редактировать по нашему усмотрению тоньше уже как угодно также здесь в этом модификаторе bevel profile есть возможность закрывать и открывать наш профиль готовую трехмерную модель то есть старт и энд в данном случае старт и энд совпадает поэтому закрывается дно то есть вот таким образом можно создать рамку как еще можно модифицировать нашу рамку в 3d max на самом деле здесь очень много способов все их описывать в данном видео я думаю не имеет смысла но все же стеки модификаторов находим edit spline выбираем точки то есть на самом деле видите мы что выбираем вот эти вот точки и допустим нажимаем филе и наша рамка чудесным образом изменяется у нее углы то есть это один из способов модификации нашего объекта 3d max если же мы хотим просто ровно отключаем этот модификатор то есть рамку можно допустим каким-то образом еще и загнуть добавив точки то есть она будет вогнутая ну допустим если это такое есть какая-то абстрактная рамка то есть всячески передвигаем точки ключи вот этот модификатор каталзе нажимаешь отменить предыдущие берем какую-то точку и меняем по своему усмотрению своему желанию видите как все плавно к примеру заказчику нужно вот такая рамка ну захотелось им то есть таким образом очень быстро без предварительных просчетов каких-то как делает арткам мы здесь можем практически сделать любую рамку с любыми геометрическими изменениями с любыми добавлениями на наш профиль какими-то элементами допустим готовая какая-то модель у вас есть виде какого-то там молдинга и какого-то еще профиля уже готова трехмерная модель мы просто ее совмещаем с этой моделью допустим сверху нужно чтобы было какой-то орнамент к примеру сейчас его делать не буду потому что это займет по времени ну просто таким образом орнамент мы положили совместили выделяем оба объекта орнамент допустим нашу рамку и экспортируем значит какой минус в этом варианте создания таких вот моделей экспортируемых в арткам при экспорте и сторонних программ таких как 3d max с браш или еще какие другие программы которых можно создавать трехмерные модели при экспорте происходит неприятие арткамом сторонних моделей и там происходят артефакты сейчас я вам постараюсь это показать и как с этим бороться но прежде я вам хочу показать видите здесь рамка квадратная вот в этих местах как это можно исправить переходим в деталь был сплайн выбираем точки спускаемся даже ниже выбираем ректангл и у нас здесь есть вкладка interpolation interpolation значит автоматически на отключена и стоит здесь optimize если мы включим адаптив мы увидим что рамочка получилось очень красивая давайте ее экспортировать в арткам выбираем нашу рамку экспорт экспорт но мотив выбираем формат stl назовем рамка сохраним окей теперь запустим арткам и так мы в артками нажимаем файл новый модель размеры размеры у нас 200 на 130 миллиметров здесь у нас стоит 300 на 300 так что модель поместится нормально рельеф и нажимаем и импорт 3d модели убираем нашу рамку открываем видим нашу рамка ведь и поместилась сразу же в нужной нам плоскости так как в 3d max и мы положили ее в виде топ нажимаем по центру ставить вот наша рамка и как я говорил при экспорте сторонних программ возникают вот такие вот артефакт очень неприятные которые станок будет видеть и обрабатывать что же делать перейдем обратно в 3d max и несмотря на то что модель здесь у нас выглядит при включенном interpolation адаптив очень красиво мы отключаем это и даже понижаем наш адаптив до приемлемого вида то есть мы уменьшаем количество впутствующих точек нашей модели но модель стала выглядеть очень некрасиво квадратно переходим модификатор bell profile и добавляем модификатор turbo smooth получилось вообще абракадабра добавляем еще один модификатор editable poly переходим под объекты ребра и мы немножко уплотним сетку в нужных местах клавиша connect при выбранном ребрах определенном порядке начинает добавлять ребра я добавлю три сегмента ребер ползунком по значению 90 это значение обозначает что практически приблизилась уже к конечному ребру где они могут сойтись в ноль то есть таким образом мы создаем натяжение в этих местах и при добавлении модификатора turbo smooth мы получим приемлемый результат вот видите да сгладилось но в некоторых местах нас не устраивает я хочу чтобы здесь был полукруг выделяем ребро лишний зажимаем катерал и риму катерал зажимаем для того чтобы убрать точки которые были вот в этих местах если просто римов удалиться ребро но точки останутся и опять останется артефакт изогнули мы в нужном нам месте модель добавим итерацию и у нас вновь получилась отличная рамка если я хочу здесь сделать изогнутость не грубую а мягкий переход переходим под объекты ребра выбираем наше ребро катал ему проверяем turbo smooth отлично то есть что мы сделали в самом нижнем стеке модификатора которыми из которым мы все это сделали interpolation снизили шаги то есть сделали модель очень грубой как бы так вид адаптив грубо адаптив грубо и добавив пару модификаторов мы вернули былую сглаженность нужных местах нашей модели и теперь вот этот вариант мы отправим в варткам экспорт но натив рамка 2 стиль форма здесь выбираем сейф итак переходим в варткам видим что здесь на предыдущей модели артефакты удаляем эту модель создав новую модель тоже самое размеры рельефы импорт 3d модели рамка 2 по центру вставить модель тяжеловатая немного но я думаю что это того стоит и вот мы видим что исчезли наши артефакты при помощи таких манипуляций которые провел и описал выше и мы получили вот такую вот рамку вот такую модель которую можно делать с помощью определенных программ управления которые находятся в этой вкладке но об этом позже на этом видео я заканчиваю спасибо что третий мой канал ставьте лайки подписывайтесь всем пока